Коррумпированные системы На операциях имплантируют человеку чипы, новейшие разработки, с помощью которых потом проводят военно-медицинские опыты на людях, все это покрывается государством и выделяется колоссальное количество средств. Все происходит в тайне от всех, так как это незаконно. Им также очень важно дискредитировать жертву и выставить ее сумасшедшей, чтобы потом продолжить безнаказанно издеваться и проводить дальнейшие опыты. С помощью этой вживленной электроники они думают управлять человеком, сделать из нас еще больших рабов. Все это уже длительное время происходит и со мной. После моей операции все перешло в открытый режим. Наряду с отравлениями, преследованием существуют постоянные пытки жертвы похлеще, чем были в концлагерях. Все это делается тайно новейшим оружием, звуковым, электромагнитным, лазерным. Очень часто и довольно больно меня, наряду с Эмми, обрабатывают ультра и инфразвуком. Дело в том, что он за порогом слышимости и так можно безнаказанно и без конца пытать жертву. Мне создают ужасные боли в различных частях тела, просто направляя луч от соседей сверху или снизу с различных припаркованных машин и строек поблизости. Стреляют в основном по голове, гениталиям, спине, рукам и ногам. Гоняются за мной по квартире и вне дома, чтобы везде устраивать ад и постоянные истязания, довести до нервного истощения и срыва, а потом иметь, таким образом, компромат и далее отправить в психбольницу или же тюрьму. Касательно соседей, они замешаны в этом и большинство стуков даже в ночное время от них, это удар по клопану-нагнетателю специального баллона с газом, из которого закачивают отравляющие вещества в полости и щели между стенами специально проведенным трубками. Для чего постоянно высверливаются новые отверстия, ведется бесконечный ремонт и слышны частые стуки. В вентиляции они установили компрессор, с помощью которого создается обратная тяга и свободно доставляются компоненты бинарного комплекса летучих ядов. На окно же сосед сверху постоянно льет воду, которая содержит также в себе отраву. Проезжающие машины оборудованы специальными приборами для выстрелов по принципу сжатого воздуха, а люди с рюкзачками, которые часто крутятся под окнами, также имеют к этому отношение, снимая все на камеру, так как подразумевается, что вы поплывете от их наркотиков и ядов. Химия потом разносится по всей квартире, а также для этого существуют специальные витродуйные установки, спрятанные на ближайших стройках, которые они постоянно устраивают рядом с домом, создавая искусственный ветер для лучшего задувания отравы. Все симптомы отравления схожи с простудой, поэтому у всех домашних постоянные проблемы с носом и частые болезни, кашель, отхаркивание слизи, все это от летучих газов, ядов. Довольно часто они используют и какие-то наркотики, после которых явно меняется сознание. Мне часто такое распыляют в общественных местах и магазинах, чтобы выставить неадекватным. После многих их газов происходит кратковременная потеря памяти, забывая, что хотел купить и выглядишь, расплачиваясь на кассе и в прочих местах, весьма нелепо, что им и требуется. Все у меня в полной мере началось с капитального ремонта и бесконечных строительных работ поблизости. Таким образом прикрываются звуки от более нового оружия, электромагнитного, ультра- и инфразвукового. Подаются радиосигналы для активации чипов внутри организма. Все время капремонта они маскировали работу своих пушек и техники своими грохочущими машинами, тракторами, отбойными молотками, перфораторами. В это же время поток эми, инфразвука и вибрации шли прямо ко мне в комнату, принося с собой вполне реальные увечья. Особенно сильно это влияло на уши, но также стреляли просто по голове, спине и другим частям тела, от которых сотрясались и внутренние органы, нарушалась вся работа организма и изнашивалась нервная система. Сейчас же у соседей, полагаю, находится электромагнитное оружие и звуковые пушки поменьше, которые они постоянно за мной перетаскивают с характерным звуком, причиняя боль как психологически, так и физически, сбивая нормальную работу сердца, вызывая дрожь и раздражение, сотрясение мозга и потерю ориентации при долгом наведении на голову. Они настолько преуспели в садизме, что больше всего любят стрелять электромагнитным и звуковым лучом по гениталиям и животу во время того, как хочешь справить нужду, вызывая запоры и поносы, делая условия для жизни невозможными. Ранее в скрытом режиме, когда еще жертва не знает о наблюдении и опытах, все начало переходить в явный и открытый с квартиры моего покойного родственника деда Адама, которую после его смерти начал снимать. Она была очень старая, без ремонта, и ее сильно продувало отовсюду, вентиляция, дверь, для чего специально было выбито стекло у входной двери в подъезде, окна. Как позднее выяснилось, для лучшей подачи, задувания отравляющих веществ. В то же время стали слышны звуки капающей воды, которые разносились повсюду, толком невозможно было понять, в чем дело и где находится источник. Однако, как позже выяснилось, это была запись. Пытались свести с ума таким образом, проверить психику, уже тогда активно ставили свои эксперименты. Самое интересное началось с того, что мне навязали христианство и их молитвы различными сценками. Соседи молились за стеной, во дворе какие-то сектанты, постоянно вели религиозные разговоры, а также меня якобы случайно встречали пятидесятники и приглашали на их собрание. Кроме того, я активно практиковал йогу и различные практики, которые также подталкивали к разнообразным новым учениям. Далее же мне стали сниться сны об изгнании бесов, о том, что необходимо молиться. Когда же я начал пробовать, то начинал появляться нереальный жар и испарина, порой подстроился рекой, тогда еще не знал, что подобные симптомы вызывает электромагнитное оружие. Что примечательно, до этого к соседке сбоку приходил какой-то человек и удалось услышать разговор об установке у нее специального прибора. Дальнейших инструкций о том, что там все автоматизировано, остается просто разместить его у себя. Позже я узнал, что подобные приборы устанавливают у себя садисты и обычные люди, которых каким-то образом подкупили, либо же обманули, помахав корочкой спецслужб и сообщив, что это дело государственной важности. Электромагнитным оружием повсеместно запекают жертв. От него повышается температура тела, появляются вполне реальные ожоги при большой мощности, а также от этого излучения активизируются чипы внутри организма. Позже в подъезд постоянно приходил электрик, отключал свет и говорил, что рядом какие-то аварии, а сам в это время сверлил и устанавливал некую коробочку именно под моей дверью. Как выяснилось потом, они подключаются к электросети, чтобы все бытовые приборы и проводка издавали нужные импульсы, передавали частоты и через вживленные чипы в ушах и других частях тела они декодировались в речь. С вами по этой технологии могут разговаривать крупные и малые бытовые приборы, однако другой человек услышит лишь непонятные громкие звуки работающей техники, шум и бульканье. Так происходит кодирование и зомбирование человека. Наряду с зомбированием звуком бытовые приборы и проводка могут передавать радиосигналы для активации чипов, которые после этого начинают вибрировать и приносить адскую боль, блокировать определенные органы и сосуды, собираясь в кластеры, если говорить о наночипах. Тогда еще толком обо всем не знал, но у меня внутри были установлены чипы в ушах и горле, которые связаны каким-то образом с челюстью и позвоночником. Они позволяли под облучением открывать рот и выгибать тело, будто из тебя выходит некий злой дух, что часто со мной случалось при молитвах. Сначала было похоже на непроизвольную зевоту, которая возникала при медитациях, либо занятиях йогой, но потом при чтении христианских молитв стало неким явным обрядом экзорцизма. После многих таких сеансов и жара из ниоткуда, льющегося пота, открытого рта и выгибания тела, полностью уверовал в христианство, стал активно все изучать, особенно последние времена, конец света и практики экзорцизма. Также меня накачивали специальной химией, от которой живот бурлил так, что это было похоже на действительно неземной звук неких исчадий ада. Как потом выяснилось, здесь также замешаны чипы, которые помогали издавать подобные звуки. Что самое интересное, качать этой дрянью они продолжают меня до сих пор, сначала в надежде снова меня обмануть, а теперь просто издеваясь и устраивая нечто вроде вечернего шоу для своих людей и элиты, глобалистов и прочих сатанистов. В своих ритуальных сатанинских игрищах они называют меня Христом Нового Времени, Люцифером, Величественным Цезарем, и все это сопровождается песнями с их стороны, изнасилованием чипами и излучением прочими садистскими сценками. Когда я еще толком не знал о технологиях, они всеми силами хотели доказать мне, что начинается конец света, имитируя для этого всяческие сценки и устраивая театральное шоу. В своих постановках они демонстрировали, что вокруг полно бесноватых людей и надвигается закат человечества. Например, дети начинали кричать, будто бы в них вселились демоны, либо же люди начинали биться в конвульсиях, как при их изгнании, а старые бабушки на лавочках говорили о том, что всем нам гореть вскоре. Самое интересное началось потом, когда мне стали внушать, что у меня имеется некая власть их изгонять с последующим за этим шоу, происходящими невольно обрядами экзорцизма в моем присутствии. В конце концов, меня чуть не уложили в психушку на этой почве, о чем подробнее расскажу в следующей статье.